Благополучная на вид семья растит талантливую девочку-художницу. И с первого взгляда эта семья выглядит нормальной. Но когда я присматриваюсь к этой истории, у меня волосы начинают шевелиться на голове. А можно ли вообще вырастить вундеркинда, который успешно реализуется во взрослой жизни? И снова здравствуйте, меня зовут Тимофеевна. На этом канале я обозреваю чудаков и пытаюсь выяснить мотивы их поведения. Сегодня в который раз поговорим о воспитании вундеркиндов. Поехали! Сегодня поговорим об обычной, на первый взгляд, московской семье. Мама, папа и их дочка Юния. Юния с детства рисует, она талантливая художница, а ее родители вообще считают ее гением. Мы с Юнией обсуждали, я говорю, смотри, Юния, у тебя очевидно дар. Ну вот она написала письмо, говорит, да, божий дар. Вот в 4 года я услышал, что божий дар из уст человека, который посвятил свою жизнь детскому творчеству. Ты считаешь себя талантливой? Нет. Не очень так считаю. Ну так, иногда думаю, что вот я легко рисую. Больше года назад Елена Погребежская сняла документальный фильм об этой семье. Тогда Юнии было 9 лет, а сейчас девочке почти 11. Она ходит в обычную школу, не ходит в художественную школу, и родители посвящают ей всю жизнь для того, чтобы развить ее дар художника. Комментарии под этим документальным фильмом противоречивые. Кто-то верит в то, что Юния действительно обладает божьим даром и видит в ней настоящего талантливого художника. Кто-то говорит, что родители крадут у ребенка детство и пытаются реализоваться за счет своей одаренной дочки. Сегодня попытаемся ответить на вопрос, а кто же прав из этих комментаторов. Как только начинаешь знакомиться с семьей Косминских, сразу бросается разница возрасте между мамой и папой Юнии. Эта разница составляет без малого 20 лет. Когда Юния родилась, Алексею было почти 50. И прежде чем планировать этого ребенка, он задумался, а не слишком ли он старый, взрослый для появления первенца. Но жена его убедила, что родится именно девочка, и эта девочка будет необычайно одаренной. Я не знаю, может быть в этом и причина тоже Юниной одаренности, мы не знаем. Может быть мы там познакомились потому что, может быть потому что мы, да, вот веганы практически. И вот тут я вижу первый маленький красный флажок. Алексей вроде бы не хотел ребенка, сомневался. Но когда он получил некие гарантии, что ребенок родится необычным, одаренным, он сразу же захотел стать отцом. Юля говорит, давай попробуем. Мне кажется, это будет необычный ребенок. Я говорю, почему ты так думаешь? А я говорит, вот так вот думаю. Получается, идея одаренности родилась в головах родителей раньше, чем сама Юния. И более того, родители подгадали специальный день зачатия для того, чтобы родилась именно девочка-козерог. И я говорю, давай попробую. Давай. Ну у нас было два дня на козерога, чтобы его зачать, и вот все получилось. Обратите внимание, что мы выбираем по жизни именно партнеров, а не детей. То есть какого-то конкретного человека с конкретными качествами, с определенной внешностью мы выбираем как своего партнера по жизни. Но детей, именно конкретных детей мы не выбираем. Мы выбираем скорее идею материнства или отцовства. Мы делаем выбор в пользу того, что в этот мир придет новый человек. А каким он уже будет, мы не знаем и не можем загадывать заранее. Но родители Юнии как будто предприняли попытку выбрать ребенка с определенными талантами, способностями и качествами характера. Когда мама Юнии объясняет, почему девочка должна была родиться именно под знаком козерога, она говорит, что эти люди обладают таким качеством характера, как целеустремленность, которая доходит даже до упертости. И вот именно такую упертую, целеустремленную девочку и хотела Юлия. Юлия это мама Юнии. К этой интересной детали рождения ребенка под знаком козерога мы еще вернемся. И мы позже поймем, зачем родителям от ребенка вот такая целеустремленность. Друзья, вы часто просите меня показать мой дом и немного рассказать о нем. Ну что ж, вот мой дом. Он достаточно большой, в нем постоянно идет ремонт. Мы переехали сюда два года назад, и вот только сейчас мы с мужем поняли смысл поговорки «Ремонт нельзя закончить, его можно только приостановить». Еще одно открытие, которое мы с мужем сделали. Материалы для ремонта лучше покупать большими партиями и оплачивать их картой Тинькофф Платинум. Почему именно так? Максимальный кредитный лимит по этой карте составляет 1 миллион рублей с беспроцентным периодом в 55 дней. Кэшбэк до 30% по спецпредложениям от партнеров банка и до 1% за любые другие траты по карте. Бесплатные переводы на карты других банков до 50 тысяч рублей без подписки Тинькофф Про и до 100 тысяч рублей с подпиской. Бесплатное пополнение в любых банкоматах. И если покупка нужна вам прямо сейчас, а денег на карте недостаточно, есть возможность оформить рассрочку на год. У нас в семье есть свои поговорки. К примеру, чем больше кот, тем больше он ест. Перевожу на язык экономики и финансов. Чем больше вы тратите по карте Тинькофф Платинум, тем больше кэшбэка получаете. Ну и моя особая любовь – это приложение Тинькофф, которое позволяет следить за движениями моих личных финансов и управлять ими. Благодаря этому приложению я постигла мудрость, что большой кот, большой кот, много ест. Переходите по ссылке в описании, чтобы оформить карту Тинькофф Платину. Итак, было заранее определено, что Юния родится одаренным ребенком. Идея одаренности Юнии родилась раньше нее самой. И вот под эту идею папа Юнии Алексей начал подверстывать разные всякие обстоятельства внешнего мира. Например, Алексей видит причинно-следственную связь между событиями и явлениями, которые, казалось бы, вообще никак не связаны. Например, он считает, что Юния родилась талантливой, потому что он и его супруга познакомились в таком культовом месте, мистическом даже месте в Москве, как Велесов овраг. Надо сказать, что с этим оврагом связано больше легенд, чем каких-то конкретных исторических фактов. Но Алексей, например, уверен, что люди пропадали в этом овраге и появлялись снова спустя сотню лет. Вот, например, мы с мамой познакомились в очень необычном месте, которое для нас обоих родное место, но оно необычное. Это так называемый Велесов овраг в Коломенском. По логике Алексея получается, что множество событий и явлений повлияли на то, что Юния родилась одаренной. Это и мистический овраг, это и пророк Илья. Именно в день пророка Ильи он познакомился со своей женой. Это и генетика, потому что кто-то из предков Юнии был хорошим каллиграфом. И, наконец, это зрелый возраст отца. То есть с возрастом, как утверждает Алексей, он читал какую-то научную статью, в которой это якобы доказывается, с возрастом в человеческом организме накапливается множество мутаций, и потом ребенок, который рождается от возрастных родителей, он как бы наследует эти мутации, которые могут привести как к болезням, так и к гениальности. Вот в случае Юния это все привело к гениальности. И вот родители Юнии, которые задолго до ее рождения знали, что придет одаренный ребенок, когда она родилась, начали активно улавливать знаки Вселенной и интерпретировать их в пользу, конечно, одаренности, таланта своей дочки. Когда Юнию только забрали из роддома, Алексей услышал голос в голове, и этот голос ему сказал вот примерно это. Сколько там, ну, две недели, может быть, было ей, три недели. Дети не фокусируют, они не смотрят глаза в глаза, да? И вот она вот здесь вот бежала, значит, я подошел к ней, посмотрел и подумал, господи, когда же мы наконец с тобой начнем общаться? И тут она вдруг, она посмотрела мне в глаза. Вот у меня мурашки сейчас по коже бегут, я не вру. Она посмотрела мне в глаза, и я услышал голос. Не волнуйся, я уже здесь, все будет очень скоро. Как и многие талантливые дети, Юния засветилась на шоу Первого канала «Лучше всех». Тогда она была еще совсем маленькой девочкой, но тем не менее ей удалось просто потрясти Максима Галкина. Когда он ее спросил, как она рисует, она ответила «быстро». Ты пишешь, ну, картины, я так понимаю, да? В какой технике, как ты рисуешь? Быстро. А-а-а. Уже тогда в ее арсенале было около 15 тысяч рисунков, только вдумайтесь в эту цифру. И 9 тысяч из этих 15 было опубликовано в социальных сетях, то есть можно пойти прямо сейчас и посмотреть на эти рисунки, проследить рисунки Юнии от самого маленького детского возраста и до наших дней. И когда ты думаешь про эту цифру, 15 тысяч, ты понимаешь, почему рисовать нужно быстро. Просто так эти рисунки из-под земли не возьмутся, их нужно сделать. И оказывается, у девочки есть план. Каждый день она должна выдавать как минимум 4 рисунка, а лучше больше. Даже когда она болеет, она не может себе позволить отдохнуть. Она должна сделать хотя бы один рисунок, хотя бы одну за корючку, говорит сама девочка. Но лучше, чтобы это был готовый рисунок. У меня такой график небольшой. Утром рисунок, потом днем два рисунка и вечером еще один рисунок. Ну вот как получится. Должно быть 4 или 5 рисунков. Хорошо, когда больше. У меня вообще никогда не было такого дня, когда не было ни одного рисунка. Но даже когда я болею, я все равно. У меня были дни, когда у меня, например, один рисунок был. Но это когда я болела, например. Да и то у меня там по 2-3 рисунка, когда я болею. Ну вот нельзя прям, по-моему. Я не могу себе такое позволить, чтобы сзади ни одного рисунка, ни одной за корючки, самой маленькой, нет. А эту схему папа тебе... Ну, в принципе, да. Но я все равно хочу продолжать сама в собственной инициативе. И вот это все она называет небольшим графиком. И вот этот график для меня самая спорная вообще деталь истории семьи Касминских. Мне кажется, что это не просто красный флаг, а такое большое красное знамя, которое для меня выглядит очень тревожно. Причем и родители Юнии, и она сама пытаются выдать эту каторгу за ее искреннее желание рисовать. И в одном из интервью, которое дает папа газете «Метро», он говорит, что они даже сдерживают творческие порывы дочери. Она хотела бы рисовать больше, но они ее как бы приостанавливают. Хотя по факту, мне кажется, они не приостанавливают, а напротив, заставляют девочку рисовать, когда она этого не хочет. И в фильме «Погребежская» вот тут папа оговаривается, что рисунки – это не обязанность, а желание Юнии. Ну, я ей уже сказал, что, говорит, давай так тогда. Ты рисуешь тогда, вот это твоя, как бы, твоя домашняя обязанность. Но это не обязанность, это удовольствие. Она, вон, с удовольствием это делает. У самой Юнии как будто существует страх, что если она прекратит рисовать, прервет этот ужасный рисуночный марафон хотя бы на день, то ее талант иссякнет. Ей как будто надо постоянно контактировать со своим талантом. Ну, талант, я сейчас говорю условно, да, то есть некие способности, которые семья называет талантом. И вот постоянно, производя эти рисунки, она как будто вступает в контакт со своим талантом и убеждается, что он никуда не делся, что он все еще не иссяк. Мне кажется, это похоже на такое компульсивное поведение. Если для ребенка это компульсивное поведение, то для ее папы это настоящий спортивный марафон. Когда мы немножко узнаем биографию Алексея Касминского, нам становится многое понятно. Он в прошлом спортсмен и спортивный редактор. Он занимался когда-то велоспортом. И вот такой подход, переход количества в качество, это чисто спортивный подход, который не работает в творчестве и в искусстве. Алексей, а вот вы сами похожи на художника. Вы художник? Я в душе художник, несомненно. А не в душе? А не в душе бывший спортивный редактор. Даже если я сяду или своего кота заставлю каждый день что-то накалякать, лапой, опустить лапу в краску и что-то калякать каждый день, я не уверена, что через год из моего кота выйдет Суриков. Или какой-нибудь Серов. Или Коровин. Еще раз повторюсь, здесь переход количества в качество не работает. Да, формируется некий навык. Да, человек осваивает ремесло. Но развитие его творчества от увеличения количества не происходит. Те, кто связан с творческими профессиями или те, кто работает педагогами, выскажитесь в комментариях, что вы думаете на этот счет. «Мы никогда не заставляли дочку рисовать», — говорит отец девочки. «Юня делает только то, что ей самой нравится. У нее нет проблем с учебой, она хорошо общается с ровесниками. Мы не настаиваем, чтобы она стала профессиональным художником или иллюстратором». И даже если завтра она перестанет рисовать, ее работы никуда не денутся. Как художник она уже состоялась. Мне показалось, что Алексей настолько высоко ценит талант своей дочери, что ему страшно разделить ее успех с кем-то из педагогов. Ну, из предполагаемых педагогов, потому что Юня не ходит ни в какие изо-студии, не ходит в художественную школу. То есть педагогов по ИЗО у нее нет. Ведь в картине мира Алексея, да, как это выглядит? Если случится мировая слава, то педагог может заявить некоторые права на нее. Он может сказать, это я сделал этого художника. Или я приложил руку к становлению этого художника. Такого быть не должно. Сама девочка и ее семья настаивают на том, что Юня самородок. Это очень важно. Это не просто кем-то развитый талант. Это дар небес, который пришел вот откуда ни возьмись. Из Велесова оврага он пришел. Конечно, у многих, кто узнал эту историю на канале Погребежской, возник вопрос, а не удовлетворяют ли родители свои амбиции за счет ребенка? У меня, если честно, этот вопрос тоже возник. И мне кажется, да, отчасти родители реализуются через ребенка. Алексей сам говорит в том же интервью, что когда-то он мечтал стать художником. Это было не просто какое-то мимолетное желание, а настоящая такая вот эмоционально заряженная мечта. Он что-то пытался рисовать, но в 15 лет он понял, что у него нет не просто там божьего дара, у него нет даже минимального таланта. И он забросил все это дело. О его карьере в спорте мы не знаем, но я подозреваю, что там тоже что-то не сложилось, потому что неизвестно как-то широко о спортивных достижениях Алексея Косминского. Ну и желание завести ребенка только при условии, что он родится каким-то супер гениальным, для меня говорит о некоторых родительских амбициях. Еще один красный флаг для меня это действительно тревожный флаг. В семье культивируется миф о том, что девочка гениальна. Посмотрите на эти кадры, с каким восхищением Юния слушает своего отца. Алексей рассказывает о том, как ее работы были представлены в художественную студию, и там Юнию не взяли обучаться, потому что она была очень маленькой, а также у нее уже готовые сложившиеся образы. Это якобы цитата того человека, который вел эту художественную студию. Я уверена, что эта история была рассказана в этой семье много-много раз, то есть Юния ее прекрасно знает, но тем не менее она слушает ее как завороженная. Отец Юнии целенаправленно ищет людей, которые должны оценить талант дочери и дать некое свое экспертное заключение. Эти люди принадлежат к академической школе. Вот он постоянно цитирует слова доктора искусствоведения. Она мне написала. Уважаемый Алексей, с интересом особого внимания познакомлюсь с рисунками вашей дочери. Ее дар 4 года. Несомненно, редкое явление. Поздравляю вас с таким подарком небес. Но при этом отдавать свою дочь учиться в академическую школу живописи он не хочет. Потому что, по его словам, там ребенка сломают и сделают из него такого стандартизированного художника, который будет как-то шаблонно рисовать, как все. Но при этом оценивают Юнию те люди, которые обучают этих стандартизированных художников. Все логично. Ты считаешь себя талантливой? Нет, не очень так считаю. Ну так, иногда думаю, что вот, я легко рисую. Юния же уже усвоила четкое разделение детей на тех, которые как все и которые не как все. И, конечно же, хорошо быть не как все. У отца Юнии есть еще одна сверхценная идея. Он хочет сохранить при себе все подлинники рисунков дочери. То есть, вот здесь это все рисунки? Да, да. Здесь больше ничего не хранится? Ну, да, рисунки, да. Ну, там вон еще в рамочках что-то. Вот самые-самые первые. Они у нас не по порядку идут. Они у нас вот просто как... Как мы их сдачи привели? Ну, никто же не знал. Были люди, которые хотели купить эти подлинники. Я уж не знаю по какой цене, но им отказывали. Алексей объясняет эту идею так. Нет якобы ни одного художника, который при себе сохранил все свои подлинники. Хотя на самом деле, мне кажется, полно таких художников. Это, скорее всего, неудачливые художники, которые вообще не востребованы. И чьи работы никто не покупает. И вот он сидит и рисует в стол или пишет в стол. Сидит на своих подлинниках. Пожалуйста. Ты продаешь уже работы? Нет. Принципиально? Или пока выгодных предложений не было? Ну, принципиально. Не хочу подлинники отдавать. А, не хочешь подлинники отдавать. Скажи, а сколько уже таких подлинников у тебя скопилось? Листов изрисованных. Более 15 тысяч. Это... Алексей, а почему такое трепетное отношение к подлинникам? Ну, нарисовала она картинку, кто-то захотел купить. Почему? А вот нет такого архива художника, чтобы в его архиве или в его музее, а я думаю, что у Юни непременно будет музей, чтобы были все работы, которые она нарисовала. Это уникальный эксперимент. Отец Юни мечтает, что когда у дочки будет музей, в этом музее окажутся все подлинники ее рисунков. И получается, вот это обладание подлинниками, всеми до одного, это еще одно уникальное свойство их дочери, которое, наверное, по мысли Алексея, должно делать из нее еще более крутого художника. Хотя, казалось бы, почему? Но работы Юнии пока не востребованы или востребованы очень мало. Ее родители хотели бы выпускать мерч. У них масса идей, особенно у мамы. И она даже говорит, не просто хотели бы, а очень бы хотели. Кафель, постельное белье детское, ковры, ну вообще все, что угодно. Занавески, обои, блокноты, ну вот относительно, да, традиционные мерчи, вот ручки и так далее. Вы уже что-то пытались делать? Нет, мы не пытались. Но при этом каких-то шагов в сторону этой цели они не делают. Например, папа говорит, что ему лень заморачиваться с отпечатками репродукций. Хотя были люди, которые хотели бы заказать себе репродукции рисунков Юнии. Алексей в открытую говорит, что они ждут умного человека, который разглядит талант их дочери и возьмется за ее раскрутку. А еще лучше вложит много денег в то, чтобы Юнию узнал как можно больше народа. Нам либо нужен инвестор, либо нужно самим вкладывать. Ну можно вложить, но я пока не хочу. Я считаю, что пока аудитория там 5 тысяч, вообще не надо этим заниматься. Нет, ничего не инвестируй. Тратим, вот закончится, там пенсия у меня начнется. Я смеюсь. Но я думаю, что к тому времени появятся умные люди, которые захотят продавать Юни на искусство в том или ином виде. И вот мы возвращаемся к нашему пункту про девочку-козерога. Помните, я вас просила запомнить эту деталь? Родителям Юнии был нужен именно очень целеустремленный ребенок. То есть от ребенка они требуют тех качеств, которыми они обладают сами. Они хотят мерч, но сами ничего для этого не делают. Они хотят выпускать раскраски, одежду, что-то там еще. Они хотят, чтобы у Юнии было много подписчиков в социальных сетях. Но сами они как будто бы не очень утомились на пути к реализации этой цели. У тебя счастливое детство? В принципе, да. Я сравниваюсь со всякими детьми из прошлого, например. Которые, например, у которых, например, не знаю, было очень мало одежды, например. Ну, если сравнивать там, не знаю, со всякими детьми, у которых родителей нет и все такое, то да, счастливое детство. Вот этот жесткий график, навязанный девочке родителями, прежде всего папой, это настоящее насилие над ее психикой. Это насилие над творчеством. Потому что, ну, творческие люди, они так не развиваются. Они не так развивают свой талант. И на мой взгляд, зачем Алексей это делает? Он это делает потому, что когда-то он хотел сам стать художником. То есть, у него есть большая обида на жизнь или бога за то, что те не дали ему художественного таланта. Эту обиду он пытается утолить успехами своей дочери. А знаете, где нет вообще никакого насилия? Ни физического, не дай бог, ни психологического. Его нет на Boosty. Так что подписывайтесь на мой аккаунт на Boosty. Это safety space, где много интересного контента, где можно все что угодно спокойно обсудить. Никто не придет, не начнет на тебя орать или тебя стыдить. У нас есть свой бустерский чатик, в котором мы часто что-нибудь обсуждаем. Видео на Boosty выходят раньше и без рекламы. И чаще всего они в более расширенном формате. У них больше хронометраж, чем у видео на ютубе. Так что переходите по ссылке. Она всегда есть в описании к моему каналу. И подписывайтесь. И у меня вообще сложилось впечатление, но это, конечно, метафора, что Алексей хочет завалить вот этот весь недружественный ужасный мир, который ему не нравится, просто забросать рисунками своей дочери. Поэтому их нужно очень много. Чем больше, тем лучше. Именно поэтому делается такой акцент на количестве, а не на качественном развитии. И, на мой взгляд, добрые образы из этих рисунков постепенно, со временем превращаются в образы из навязчивых кошмарных снов. Ну вот, например, посмотрите вот на эти рисунки. Недаром любимый фильм Юнии – это «Каролина в стране кошмаров». И мне кажется, вот эта необходимость каждый день выдавать много рисунков становится для нее навязчивым кошмаром. Знаете, технически можно любого ребенка привязать за ногу к роялю, но это совершенно не гарантирует, что из него вырастет Моцарт. Я напомню, что меня зовут Тимофеевна, и мы с вами совсем скоро увидимся в следующем видео. Пока!